мужик сдает задом это вечером всегда проблема на паркинлате смотреть надо чтобы все запарковались для тебя есть такие молодежь имею ввиду новачки они вообще не умеют парковаться ни грамма они вот я устала потому что он меня чуть не завалил ну сейчас тут трак завалит я ему же сигнал и он часто трак завалит вообще капец еще за идиот вот он как близко к этому траку это вообще чуть какой-то идиот и там дядька ему помогает это почти история каждодневная история я вот не могу уснуть пока мяч с двоих сторон для меня и запаркуются люди я когда-то была новачком но насколько быть есть люди такие идиоты которые реально ну извиняюсь за свой язык конечно которые реально вот не шарят и и они еще и там иногда смеются женщины что типа о женщина не умеет парковаться он уже собрал здесь траков сколько ждут его чтобы он запарковался и никак не может бедолага влезть в эту дыру здесь широко достаточно здесь хорошая парковка что за дела посидим посмотрим я выключила камеру специально потому что реально не знаю что в этого мужик она у меня чуть-чуть не задел вот это зеркало зачем мне это надо катавасе это все сеншуренс со всеми на компанию звонить зачем она не надо там мужик спит наверное он его чуть не завалил сигналит начала от за него тоже ох сколько траков собралось ждали этого профессионала получается еще заправка туда дальше получается здесь люди всегда скопчить скопчение народа да если парковаться надо быстро я сегодня заехала быстренько запарковалась никого не держала там один драк подождал мне пару секунд ну я скажу вам честно друзья вот это это если имеешь ты в себе это ты имеешь если не имеешь вот ты можешь и год ездить и тебя этого не будет но я например не занял вот парковаться честно сказать это наверное чтобы уже хорошо хорошо но не так как эти идиоты я еще ну честно сказать не знаю то уже как-то выйди посмотри сам наверное вот это его тренер учит а он не понимает что надо выворачивать колеса тебе не будет человек говорить до деталей ты сам должен как-то понимать это все как тебе вывернуть колеса там он может посмотреть тебе какую-то сторону если ты не видишь в зеркалах там да но именно выворачивать колеса ты должен сам знать как к чему да это очень тяжело конечно ориентироваться но если мы живы кто мужик же должен знать но вы знаете возвращать теме женщин я скажу что я много раз видела как женщин паркуется я скажу что женщины и некоторые намного лучше паркуется чем мужики у них как-то мозги работает лучше извините мужчины конечно но реально бабы они лучше в этом плане они как-то смышлене там уже париться уже хотят выезжать потому что он по задерживал всех народ весь все стоят его ждут и этот мужик ему показывает как колеса выворачивать он что-то какой-то тупой слушай там уже в его наверно эти брейки уже наверно все и сейчас начнет трак его колотить колотить будет если долго вот на брейки нажимаешь траки они такие вот я обычно это для людей которые не ездят на траках да их нельзя долго парить вот по тормозам по всему да потому что если долго парить они начинают их начинают трусить и перегреваются брейки дамы это знаем водители нельзя их долго так держать на брейках на на тормозах здесь тормоза другие совершенно но некоторые люди некоторые водители конечно не понимают как они забыли что они были когда-то на очки тоже да и иногда там те парят давай 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 быстро я иногда вот если очень сильно до какая-то ситуация что надо дарить три четыре раза выйти посмотреть мне там все равно что не париться пусть париться не обращая на это внимание никогда и советую всем никогда не обращать внимание если ты не уверен выйдет в 10 раз посмотри на него ли никого да потому что реально это может проблемкой быть для тебя вот этот мужик меня немножко его еще как-то эрбяги вообще не накачаны на трейлере вот трейлер почти сидит на колесах поэтому траки этот эрбрейки не накачаны вот эти ручки вон на не закрыты полностью ниже двери эти откроются незакрытые ручки ничего какие-то дебилы этот тренер тоже какой-то непонятный выворачивай мужик ну чё там он сейчас тут завалит опять мужика этого не лишь бы меня не завалил потому что это будет конечно неприятно неприятно будет если он меня увалит да мне вообще трейлер сидит на колесах вообще не накачан подушки не работают видно трет по колесах за это полицейские дадут тикет обязательно нечего не дает там что-то да нечего не дает там что-то да 1 дает там вы Не знаю, как их назвать этих людей. Вроде бы и люди, и мозгов нет вообще. Ну ладно. Такое дело. У меня чуть три раза не завалил. Я уже так реально... Я слышу что-то такое, и мой трак аж колышется. Думаю, что такое? А это он так тормозит, тормозит, тормозит. И получается сильно близко возле трака, вот возле моего зеркала там дрется. Капец. Я уже начала ему, короче, сигналить. На миллиметрике там остановился. Ай-яй-яй, что за человек? Что за человек? Но, ничего. Все мы когда-то учились. Конечно, надеюсь, что этот мужик не такой тупой будет. Хотя их много таких тупорылых. Посмотришь, вот залетает на трак стаб. Летит, как будто он на маленькой машине. Я уже разъехал, шла утром на кафе. Я одеваю жилетку эту, что светится. У нас компания ее не заставляет одевать. Я ее одеваю просто для своей безопасности. Потому что я вижу часто, как люди не обращают внимания. Моют сбить тебя даже на паркин-лате. Это, как мой брат говорит, новое поколение тракистов, да? И, короче, мужик летит. Слушай, я иду себе. Он летит прямо вот после меня. Прямо миллиметрю про меня. Пролетел, запарковался там на этом. Наконец-то. Пролетел, запарковался на, ну вот, на фьюл-лайн, да? Я подхожу, говорю, слушай, ты меня чуть не сбил. Он такой смотрит на меня. Ой, извини, я тебя не видела. Я говорю, ну как ты меня не видела? Говорю, потому что летишь, говорю, слоу-даун. Немножко потише едешь. Ты же на паркин-лате, там люди ходят. Ты все, говорю, ты бы меня сбил. И что, говорю, ссори? Мне твои ссори до одного места, да? Ну, такие есть идиоты тоже. Меня это тоже иногда поражает. Чего ты летаешь? Слушай, куда ты спешишь? Куда ты торопишься? Ну, ладно, друзья. Такой негативчик немножко сегодня. Понедельник. 23 марта. Март идет к концу. У меня уже часы закончились. Я уже off duty. Два часа и двадцать одна минутка. Мои собаки со мной. Люська, Элли, Элли. Мои кусики со мной. Иди к маме. Иди. Камяк. Камяк, Бэй. Обычно. Пол четвертого, в четыре. Завтра в три встану, потому что хочу завести побыстрее. И потом загрузиться побыстрее. У меня уже босс нашел груз. И там растянутый, конечно, скеджуэл. Но я начинаю свой день пораньше. Заканчиваю пораньше. А знаете почему? Потому что я приезжаю и полно парковок. Я заканчиваю раньше, у меня парковок полно. Я пойду помысь. Покушаю вовремя. А не в конце дня, когда уже спать надо ложиться. С собаками погуляю, да. И так вот нормально проходит у меня вечер. К 7-8 часов я ложусь спать. Ну, и я же еще вдобавок старенький человек. Поэтому стареньким людям вот это. Деловой петух. Такой еще деловой. Пошел, да. Ты шо такой, с косичкой такой деловой. Дяденька. Это будет фьючер трак драйвер. Я, друзья, не смеюсь с него внешности. Просто говорю, что он так по-деловому. На него посмотришь, вот вдруг вроде бы человек уже ездит на Питер Белде лет 10. Да, вот такой его вид трак драйвера. Ну, может он и есть лет 10. Не знаю. Со мной, когда я пришла работать в компанию американскую. Дядька пришел тоже. У нас там было 5 человек. И он такой зашел в класс. Говорит, что вы все новочки? А мы почти все новочки были. Все после школы. Я, не, я уже давно езжу. Приходит в класс, не прошел драйвер. А там тест дают тебе. Ну, от работы. Не прошел. Завалил. Говорят, ему надо еще проучить немножко. И мы все уехали своими тренерами. А он еще там недельку сидел. Его учили там в Чикаго чуть-чуть ездить. Потому что драйвера-то нам надо были нашей компанией. А он никуда. И человек ездил. Говорит. Ну, так. Бывает и такое. Так что. Ничего. Дорога всех закаляет. Друзья, я тоже начинала. Вообще у меня все. Я как села первый день трак в школе. Я думала, господи, где мои вещи, куда я попала. Честно сказать. Никогда не думала, что я буду это делать. Но я как-то себе задала эту цель. И сказала, что я это сделаю. Я по жизни так стараюсь. И не то, что я там выпендриваюсь. Я вот по жизни стараюсь как-то достигать цели, наверное, или что. Хотя она бывает такая страшная, кажется. Но когда ты ее достигаешь, you know, that's a piece of cake. Honestly. Не надо бояться ничего. В жизни все покорено человеку. Все можно сделать, если захотеть. В нашей компании, вот где я сейчас работаю, такие траки тоже, петрушки есть. Но они мне предлагали, но я эти насыщие не люблю длинные. Я не знаю. Это не мое. Они так смотрятся классно, красиво. У нас тоже красивый цвет. И там мне надо лакбук вот этот электронный. А я люблю электронный. Я люблю ездить так вот, чтобы в расслабончик. О, я сейчас вам покажу, почему у нас сейчас тут. Дизел. Вот какой дизель дешевый. 2,55. А если кредит им платили, 2,61. И 2,15. Бензин за галлон. Галлон это 3 литра. У нас в Америке продают по 3 литра в галлоне, да? Дешевенький бензинчик стал. Давненько уже такой цены не было. Ну, сейчас говорят, упал ли цены на рынке на нефть. Хорошо, друзья. Спасибо всем за просмотр. Я вам благодарствую. Auf Wiedersehen. Продолжение следует. Спасибо.